Каждый месяц до 25 числа включительно каждый белорус должен оплатить коммунальные услуги. Это дело не только обязательное, но еще и ответственное. Затягивать с ним нельзя, да и данные счетчиков надо подсчитать правильно, чтобы нигде не ошибиться. Снять показания счетчиков, сверить их с данными прошлого месяца и оплатить услуги, которыми жильцы квартиры или дома пользовались в течение месяца. Так схема работает в идеальном варианте. На деле же получается, что многие гродницы забывают или, как иногда случается, целенаправленно не собираются оплачивать коммунальные услуги. В этом случае с 26 числа каждого месяца на счет абонента начисляется пеня. Затем, если оплата все же не поступает, сотрудники расчетно-кассового центра напоминают о необходимости погасить долг. Степень серьезности вопроса увеличивается по мере того, насколько долго абонент игнорирует необходимость оплаты жилищно-коммунальных услуг. Иногда, говорят специалисты, достаточно лишь устного предупреждения или напоминания, чтобы человек погасил образовавшуюся задолженность. Работниками Гродненского единого расчетного кассового центра в эти дни обслуживается 77 688 лицевых счетов. На 1 июля текущего года с просроченной задолженностью числится 6 727 лицевых счета на сумму 1 254 000 рублей. Из них по коммерческому жилью 782 лицевых счета на сумму 299 000 рублей. Нашим предприятиям обеспечивается выполнение всего комплекса мер, направленных на снижение задолженности. 172 абонента отключено от коммунальных услуг. В текущем году было подано 1054 исполнительные надписи на общую сумму 417 000 рублей и 57 исковых заявлений о взыскании задолженности по ЖКУ. Из них, к слову, удовлетворено 30 исков на сумму 22 000 рублей. На выселение жилых помещений с начала этого года было подано 18 исков, 8 из которых удовлетворены. Редактор субтитров А.Семкин